Просто, просто, ну вот реально начала плакать, у нее слезы в глазах стояли, она говорит, мама столько для меня делает, и для меня мама это самый первый человек, который всегда вот что она скажет, и говорит, когда я откаталась на чемпионате Европы, мама сказала, молодец, но что больше такой короткой программы, я не видела. А, Сергей, вы, поскольку все-таки тренировались и работали с Этери Тульберидзе, каждому разное говорится перед выходом? Ну, лично я не знаю, что она Жене говорит, мне как бы никогда ничего не говорилось, но так сложилось, потому что мне это как бы никогда и не нужно было. Понятно. Вот, поэтому, ну, наверное, она свои какие-то наставления дает Жене. Ну, что же, так уж распределился жеребий, что фигуристка, лучшая фигуристка этого сезона открывает группу сильнейших. Мелодии Белых ночей, потрясающая музыка Исаака Шварца. Жене очень идет эта программа. Ну, я слышал, что как раз вот эту идею предлагали Лепницкой в прошлом году, да, по-моему? Да. От которой она отказалась. Илья Вербух, постановщик этой программы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ 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 Сделала. Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, ну рассказывает Сергей, вы с ней на одном льду тренировались, видели, как стоялся эта программа, да? Молодец, умеет, это всегда отличало Женю, она умеет справляться с трудностями в любой ситуации. Не получился флип, сделала с Риттбергером каскад. Молодец. Причем мне показалось, что после флипа было у нее желание, ну на автомате все-таки, да? И она себя прямо, было видно, что вот она уже даже плечи, да? Остановила. Плечи пошли уже, завела плечи на второй и себя остановила, понятно? Но это, конечно, это действительно молодец, холоднокровие такое. Честно говоря, у меня такое ощущение, что перед выходом обе нервничали, и тренер, и Женя. Как-то мне так себя показалось в какой-то момент. Ну, понятно, что нервничает всегда, но, наверное, больше обычного. У меня вообще вот всегда вот этот, вот, да, вот такой, да, и показал, что все, да? Расправила руки. Аксель опять с рукой. Вот у меня всегда вопросы, нужно делать это с рукой, не нужно, потому что за это четвертый плюс не поставят. Ну, не поставят они четвертый плюс. А может отразиться в компонентах? Отразится ли? Посмотрим. Ну, вот здесь она, конечно, большая умница, здесь, без всякой руки, здесь, что называется, на результат. Часто очень отрабатывала на тренировках. Ридбергер-тулуп? Если она всегда, даже если делала флип-тулуп, она всегда в прокатах делала и Ридбергер-тулуп. То есть, как страховочный вариант была отработана? Конечно, конечно. Поэтому настолько спокойно она уже пошла, она знала, что... Да, это было понятно, что, ну, слава богу, что никаких... Казусов не произошло. Молодец. Это сила ее характера Женинова. Ну, вот я из общения с ней сделал вывод, что она такая девушка достаточно цельная, да, и целеустремленная. Целеустремленная, да. Целеустремленная, да. Кстати, обожает суши. Признается, что прям вот может очень много за раз есть. Но, исходя из того, вот на чем мы остановились, ну, как у нас же в левом верхнем углу показывают сумму техническую, вот, парфала на 40 баллов. Что там сейчас в итоге получим, но это близко к ее максимуму, который она получила в финале гран-при. Там тоже за технику было 40. Нет, чуть пониже. 73-76. Такой тонкий момент, да. Тонкий момент. Компонент у Эшли Вагнер выше, чем компонент у Медведевой. Вот я говорю, нужно было прыгать с рукой или не нужно было.